Здравствуйте, с вами Евгений Швалов, и в этом видео я хочу осветить попытку возрождения армянского варианта французской защиты. Но хочу напомнить, что армянский вариант возникает после следующих ходов. Черный выстраивает французскую защиту, белый играет конь С3. Вроде бы черный собирается играть вариант Венавера. Но на ход А3 не следует типичного взятия коня, а слон отступает от поля А5. Именно этот ход характеризует армянский вариант французской защиты, и так часто в прошлом играли такие известные шахматисты, как Самбат Лапутян и Рафаэл Ваганян. Но после слона А5 основным ходом за белых является ход В4, после чего невыгодно принимать пешку. Черный, как правило, отвечает взятием пешки на Д4, и белый перст с темпом выходит на Ж4, атакует пешку Ж7. Но надо сказать, что раньше здесь активно проверялись варианты с жертвой пешки на Ж7, то есть черные играли конем на Е7, белые били здесь, потом били здесь, и получалась вот такая вот сумасшедшая позиция. Но она была парализирована чуть ли не до форсированного перевеса белых до решающего перевеса, поэтому сейчас в моду входит скромный ход королем на Ф8. Черные лишаются рокировки, но зато защищают собственную пешку на Ж7. Ну что ж, белый играет тогда конь Б5, слон под боем, и надо сказать, что вот уже эта позиция недавно встретилась в партии чемпиона мира по шахматам Магнуса Карсена против швейцарского гроссмейстера Ника Георгиадиса. И там Карсен избрал ход слона на поле С7. Я не буду проводить эту партию, скажу лишь, что Ника избрал взятие на Д4 с резомбутой партии. Вместо хода слон С7 Мамедяров отправил слона на Б6, главным образом, видимо, из-за того, что слон С7 он сам играл относительно недавно в партии против российского гроссмейстера Федосеева, и там Федосеев ответил довольно жестко. Федосеев пошел в конь Ферзь G3, партия игралась в Блиц, и здесь черные мили возбуждены с темпом вывести коня на Ф6. Дело в том, что нельзя бить коня из-за связки с Ферзем, а если предварительно побить слона на С7, то конь успевает с темпом прыгнуть на Е4, атакуя Ферзя, и возникает вот такая вот совершенно неясная позиция, где шансы сторон, наверное, объективно равны. Но в той партии Мамедяров развивался по классическим французским образцам, конь вышел на С6, потом черные прогнали коня, заставили разменять его на слона. Ну и давайте досмотрим до конца, в партии очень много ошибок, что с той, что с другой стороны, но объективно говоря, белые продемонстрировали основную концепцию игры. В этом варианте полный зажим фигур черных, мы видим, что черный король находится в коробочке. И в итоге, в конце удалось нанести белым тактический удар, конь бьет Б5, после чего Мамедяров признал свое поражение на взятие на Б5. Видимо, следует ответное взятие. И ладья вторгается сюда, ферзь вторгается на Б7, и здесь абсолютно ясно, что не избежать черном решающих материальных потей. Так что в данной партии Мамедяров отступил с слонов на поле Б6, это более часто встречающийся ход, на что последовал конь Ф3, конь С6. Белые пока всеми силами атакуют пешку Д4, но не спешат ее все-таки забирать. Дело в том, что если сейчас побить на Д4 и конем, то черный начинает отгонять белого ферзя ходом Х5, ферзь вынуждена защищать поле Д4. Ну и здесь после хода конь С6 у ферзя не так много удобных полей до отступления. На Е3 отступать не хочется из-за довольно неприятной связки со слоном. Если отступить ферзем подальше на Д2, то пешка Е5 окажется без защиты. Ну, можно попробовать разменяться на С6, но в этом случае у черных есть выбор. Они могут побить ферзя, переходя вот в такой вот тэш, где объективно, наверное, небольшой перевес все-таки на стороне белых. Ну, а могут сохранить ферзей на доске, побить БЦ. Белый ферзь вынужден отступить, и здесь ходом конь Х4, белый выменивает коней и также получает полноправную игру. Так что Гайщук играет более амбициозно, выводит слона на Д3, пока что не спеша забирает пешку на Д4. Ну, допустим, ждет от черных какого-нибудь хода типа А6, после чего заберет конем на поле Д4. Но, естественно, Мамедьяров не делает такого хода, он начинает атаковать центральную пешку Е5. Конь идет на Ж6, белый защищает эту пешку ферзем. И очень важно, что у черных находится подрыв Ф7-Ф6, вынуждающий все-таки все ее размены. Белый разменивается на Ж6. Теперь, видимо, совсем плохо забирать пешку на Ж6, потому что у черных образуется мощнейший кулак в центре, ну и попросту уже здесь их позиция выиграна. Ну, а если побить на поле Ф6, то, видимо, очень сильное взятие пешкой. Все с той же идеей образовать мощный пешечный кулак в центре, либо таким способом, либо после взятия на Д4, король идет на Ж7, защищая все слабые пешки, и потом черные все так же грозят провести Е6-Е5, образуя мощный пешечный центр. Поэтому Грищук не забирает ни пешку Ж6, ни пешку Ф6, он забирает пешку на Д4. Следует взятие на Е5, двойное взятие на Е5. Ну и надо сказать, что если здесь белый просто забирает пешку на Е5 ферзем, их позиция кажется очень опасна для черных, но у черных находится четкое решение. Это ход ладья Х5, но здесь не страшно взятие на Е6, поскольку находится размен ферзей после ферзь Е8, и в этой позиции черные могут даже спокойно побить на Ф2, и здесь абсолютно они ничем не искуют. Поэтому Грищук отвечает Конь Ф3, атакует центральную пешку Е5, пешка уходит из-под боя, но кажется, что белая фигура очень активна, и черный король слаб. Давайте посмотрим дальше. Мамедьяров отступает королем на Ж8, следует взятие ферзем на Ж6, и здесь я сделаю небольшую ремарку, эта позиция уже встречалась на практике в партии Евгения Найера против Семена Ламасова, и там Ламасов сделал ход ферзем на поле Ф6. Действительно, хочется немедленно разменять ферзи и снять напряжение вокруг черного короля, но оказалось, что после размен на Ф6, белый имеет ход Конь Ж4, и здесь вот связка по большой диагонали играет с черными злую шутку. С пешкой Ф6, видимо, придется расстаться. Семен попробовал пожертвовать качество, сделал ход Ф5, но после Коня Ф6 шах, белый побили на Д5, побили на Аш8, и эту позицию постепенно довели до победы. Таким образом, ферзь Ф6 ход неудачный, но Мамедиарф играет точнее, делает ход с ферзем на поле Е7. На что уже Гищуку нужно проявлять аккуратность, он делает ход Конь Ж4, с многочисленными угрозами, например, Конь Ф6 в каких-то вариантах, препятствуя появлению черной ладьи на поле А6, но пока ничего конкретного не грозит, и Мамедиарф просто развивает слона на поле Д7. Надо сказать, что создается довольно сильная угроза пойти в этой позиции слон Е8, и у белых на самом деле не так много хороших ответов на этот ход, поэтому, по сути дела, ход слон Д7 вынуждает повторение ходов после Коня Ф6 шах, король отступает, Конь Х7 шах, и дальше соперники согласились на ничью с такой позицией. Но здесь хочу сделать небольшое отступление и сказать, что если бы черные все-таки очень сильно хотели здесь играть на победу, то вместо хода слон Д7, который, по сути, фиксирует ничью, в их распоряжении был смелый ход Е6-Е5. Отдавая пешку, зато вскрывая диагональ для белопольного слона, и пока что нарушая гармонию белых фигур. После взятия Конем на Е5, черные играют ладьей на Х6, отгоняют белого ферзя, и в этой позиции у черных очень много развивающих ходов. Можно вывести слона на Е6, можно вывести его же на Е5, пойти ладья Х5, в общем, огромное количество ходов. Пока что у черных не хватает пешки, но два слона, активная позиция, и оптимизм должны внушать им оптимизм. Опять же, в этой позиции им можно бы играть эту партию черными на победу. Таким образом, Шахияр Мамедьяров отстоял армянский вариант французской защиты, и этот вариант ждет своих дальнейших последователей. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч.